В выходные губернатор Ульяновской области Алексей Русских вместе с активной молодежью, журналистами и правительством совершил поход по новой экологической тропе «Шиловская лесостепь». На старте участников встречали традиционными сенгелеевскими блинами. У всех хорошее настроение? Ну что, пойдем? Ладно, ребят, всем хорошего настроения. Давайте пойдем, наверное, не спеша. В прошлый раз мы бежали, даже не было времени сфотографироваться, еще полюбоваться красотами. Идем в удовольствие, общаемся. Маршрут расположен в национальном парке «Сенгелеевские горы» и состоит из двух частей – лес и степь. За три с половиной часа туристы во главе с Алексеем Русских преодолели более 11 километров, поднимались в горы, шли по лесу, посетили родники и купель. Во время похода губернатор рассказал о своих впечатлениях от нового маршрута и поделился планами по его благоустройству. Мы определяем в доме. В чем особенность это именно тропы? Как вы считаете, у нас сложнее или легче? Ну и там есть сложные подъемы, и спуски, и переход через речку. Здесь довольно-таки спортивные тягуны, я бы сказал. Метр, наверное, по 200-300. Трота очень интересная. И лесная часть с уникальными деревьями, добравыми. Сейчас вот мы идем по холмисту такой лесостепи туда и все, да, степи, с меловыми отражениями. Будет востребовано среди ульянцев и населения других регионов этот маршрут? Сто процентов. Надо благоустраивать такие вот тропы. Обязательно делать площадки для воздуха со скамеечками. Можно было немножко посидеть, перезакнуть. На маршруте путешественников застал сильный дождь, но это никого не заставило замедлить шаг и свернуть с пути. На степной части тропы туристам встретились участки реликтовых степей с уникальными травами и цветами. Поселение степных сурков, множество насекомых и ярких бабочек, богомолы и парящие в небе хищные птицы. Участники похода любовались уникальными видами Волги на высоте более 300 метров. По мнению Алексея Русских, именно Волга может и должна стать природным центром притяжения туристов в Ульяновск и из других регионов. У нас замечательная акватория в этом ключе. Нам надо больше активности именно на воде. Обязательно акватория должна жить, обязательно прогулочные нужны нам маршруты, либо это водные трамвайчики. Это сообщение с населенными пунктами области. Этим надо заниматься. Все участники достойно преодолели новую эко-тропу. На финише туристов ждал вкусный обед из традиционной гречневой каши с тушенкой и отдых у костра. В информальной обстановке губернатор рассказал о планах региона по развитию внутреннего туризма. Так, например, в Ульяновскую область продолжат привлекать туристов из Китая и развивать красный маршрут. Безусловно, этот потенциал надо использовать. Сейчас у нас в реконструкции находится мемориальный центр. Уже два года ведутся работы. Это ремонтированы внутренние сети, фасад приведен в порядок кровли. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке. Мы планируем в 2024 году эти работы завершить, запустить Ленинский мемориал. И, безусловно, станет точкой притяжения для туристов, так же всего, из Китайской народной республики. Губернатор не обошел вниманием вопрос развития промышленного туризма. В Ульяновской области расположены уникальные крупные заводы и предприятия, выпускающие технику для России и зарубежья. Например, завод «Авиастар». Я думаю, молодежи, тому, кто выбирается в будущую профессию, очень интересно было бы сказать «Авиастар». У нас есть ряд оборонных предприятий, очень интересно. У нас индустриальный завод, где уникальные заводы стоят. Спортивный субботний день завершился в Истоке. с выступлением инструментальной группы и песнями у костра. Алексей Русских предложил активистам отправиться в следующий поход уже в августе.